я обещаю вам помочь в если вы возьмете на себя ответственность и возьмете новый участок и откройте новый приют пошла наливать это самовольство называется само правство меня даже бровь не моргнет чтобы взять и зайти без разрешения не знаю если бы меня с участка собак я вам уже сказал дал слово я вам помогу забрать этих собак ваших условий да всех каждую если у вас будет условия лучше вы приходите на как говорится на все готовенько и пытайтесь у них ну как готовенько пытаемся у них приют забрать вот сейчас как-то вот ну вот же человек говорит я готов забрать надо было это сразу письменно документально оформить причем так вылечили что ни один документ не предоставили даже не и мне сказали меня обратитесь в администрацию пускай вам выделят новый участок не выйти новый приют вас много человек девчонки вы меня услышали это их точка зрения но не в точке давайте ваши запишем ко мне какие претензии я не даю повод понимаете нужно искать решение идти вперед как у каком еще защищаться это хорошо матом и крытили что и как ситуация меня приглашать я журналист я засну places наташа пойдем пожалуйста территория не надо кормить Собак вообще никуда ходить не надо выйди пожалуйста новки там выйди пожалуйста выйди пожалуйста на территории вот сейчас будь любезна покинь территорию не надо никому ничего давать я согласна взять приют я им сказала я согласна почему они мне не хотят придает передавать Вы хотите забрать себе? Ну как себе? Я бы забрала бы. Девчонки, а что вам мешает взять, объединиться и... Так мы уже предлагали. Я не договорил. Взять, объединиться и взять свой участок. И содержать самим своих собак. Потому что мы все переживаем, что здесь не будет... Например, у меня нету своих собак. Если вы так сделаете, я вам помогу тех собак, которые вы считаете в критическом состоянии здесь находятся, к себе забрать. Я, например, в детстве 80-го... Я обещаю вам помочь в этом. Если вы возьмете на себя ответственность и возьмете новый участок. И откройте новый приют. А вот так получается, вся ответственность на них, а вы приходите, делаете что хотите. Какая у них ответственность? Как какая? Все проверки к ним приезжают. Они не несут никакой ответственности. Вы скажите, пожалуйста, что мы делаем, что хотим? То, что зимой здесь... Вот только что, вы не видели, женщина прошла без разрешения. Вот прошла, воду налить. Мне разрешили пройти, меня пригласили. А ее никто не приглашал. Она зашла тем же путем, что я вышла. Она пошла наливать. Пошла наливать. Это самовольство называется. Само правство. Нет, такой график, что... У меня даже... У меня даже бровь не моргнет, чтобы взять и зайти без разрешения. Почему она одна осталась? Потому что она никому ничего не доверяла. Не знаю, если бы у меня с участка собак забирали без разрешения, я бы тоже не доверял. Так, она же мне сейчас... Они же мне с Максом предлагали взять приют. Я сказала, да, я согласна взять приют. Я им сказала, я согласна. Я им отправила, документы отправила. Не копии, а просто как данные, документы отправила. В итоге что? Все, тишина. Почему они мне не хотят приют передавать? Вы хотите забрать себе? Ну как себе? Я бы забрала бы. А почему к администрации не обратитесь? Чтобы вам выделили новый участок? Зачем вам именно этот придет? Я... Потому что я привыкла к этим собакам. Я же объясняю, что я два года к этим собакам езжу. Я не могу взять вот эту... Я возьму тебя, а тебя я не возьму. Потому что ты не такая. Нет, подождите. Ты не сошла с мордочкой. Собаки, они живые. Их нельзя просто так делить. Так вот, в то-то дело. Они взяли на себя ответственность. Если вы считаете, что они плохо содержатся, и вы хотите их забрать себе, во-первых, вам нужно место, куда забирать хотите. Так ясное дело. Вам нужен участок, вам нужен новый приют. И потом, я вам уже сказал, дал слово, я вам помогу забрать этих собак. Всех. В ваших условиях, да, всех, каждую. Если у вас будут условия лучше. Я вам в этом помогу. Почему вы вот это не делаете? Вы приходите, как говорится, на все готовенькое и пытаетесь у них... Как это все готовенькое? Ну как готовенькое? Мы что, пытаемся у них приют забрать? Вот сейчас как-то... Ну вот же человек говорит, я готов забрать. Она не забрать, она сама хотела полномочия передать. Вообще-то это их была инициатива. Давайте вы, мы вам передадим. Уже этот разговор, сколько у нее шел? От кого, кому полномочия? От Ангелины. Ангелины. Она же ей позвонила и сказала, забирай. Она не бегла за ней, не говорила. Я хочу его забрать. Надо было это сразу письменно, документально оформить. Составить договор. Когда хотели передать приют, Алена Амотцева не приехала. Надо было сразу договор создать. Либо устроиться к ним на работу, там, замом. Должностные инструкции, обязанности, все прописать. А вот, получается, все на словах. Нет, я просто, я говорю, я не могу, конечно, я не в состоянии собаку содержать. Надо, чтобы человек был юридическим, этим, все умом, как говорится. Я, насчет этого я не могу. Я, да, я могу приехать, помочь, накорить, убрать, отвезти в клинику, привезти, там, что-то сделать. Надо откуда-то что-то забрать. Это я могу сделать. Ну, по мере возможностей, правильно? Ну, по мере возможностей. Ну, она же такая у меня возможность была каждый день. Ладно, это не в этом дело. Вот вы сейчас, видите, мы собаку украли. Кого мы украли? Нет, не вы, я говорю, в общем. В общем, вот они говорят, что мы вывозим собак. Есть случаи изъятия собак без разрешения, без уведомления, без предоставления документов. То есть, ее лечат, как хотят, ее везут, куда хотят, и при этом не уведомляют. То есть, они через неделю, через две только узнают, что у них собака исчезла. Но это разве правильно? Потому что им говорили, что собаке плохо. Они эту собаку угробили. Не говорили, я вот разговаривал, когда неделю назад здесь была проверка, я же присутствовал. В ветеринарная клиника присутствовала, две женщины были, которые написали заявление, что тут жестокое обращение с животными. Мы всех собак обошли, я сам всех видел. Потому что мы их лечим. Ветеринары? Нет, а зачем они пишут, что жестокое обращение с животными? Ветеринары сказали, никаких жестоких случаев нет, критических нет. Все упитанные, все вода есть, все нормально, все отлично. Вот, а теперь неделю мы не приходим, и чего тут? Мы неделю не кормим, а кормят они. И ситуация, видите, у нас даже сегодня не происходит. У вас цель какая? Проникнуть на участок или помочь собакам? Помочь собакам! Тогда подождите две недели, и если, как вы говорите, тут все придет в неугодие, через две недели вызовите новую проверку и все это зафиксируете. И тогда у вас будут конкретные факты. А так получается, там все плохо, но мы уже всех вылечили. Понимаете? Ну как так? Причем так вылечили, что ни один документ не предоставили, и даже им не сказали, что мы всех вылечили. Ну я думаю, вы меня-то не сняли, потому что нельзя сейчас это самое. Почему? Ну, не надо. Я так понял, человеческим языком у вас не получается договориться. Проверками вы их тоже задолбали, проверки ничего не выявляли. Что делать в такой ситуации? Я вижу выход один. Раз они вот все ограничили, они в принципе имеют полное право. Но я считаю это несправедливый график. Сейчас я поговорю, попробую это, убедить их пересмотреть график. Люди приезжают после работы. Но ввиду того, что у вас конфликты, я думаю, вряд ли не пересмотрят. Но я все равно сделаю попытку постараюсь пообщаться. Сегодня женщина приехала с ребенком. В итоге, выпустили ее тоже. Нет, в чем я вижу выход из ситуации? Я считаю, что вам нужно просто взять это. Не просто, я говорю, на ней расскажу, я не могу уже всего. Обратитесь в администрацию. Пускай вам выделят новый участок. Я просто не могу. Откройте новый приют. У вас много человек. Они понимаете, они не отдадут собак. Они не отдадут. Они не отдадут собак. Отдадут вот таких вот. Вот эту собаку возьмешь. Я сама детдомовская. Не отдадут, зафиксируем. Я сам приеду. Если у вас будут условия лучше, я сам приеду и буду просить и фиксировать это все. И показывать на весь мир. Что смотрите, есть намного лучшее условие. Там намного больше народу. То есть забота, условия, все намного лучше. А они не отдают. Я это все зафиксирую и покажу. Я не могу вот это вот тоже, как, отмечать собак. Я, если я привезла, например, еду, я стараюсь там кости, если, например, я все в одну миску, я все в один казан, я все это ложу. Потому что я не могу вот это вот, ага, ага, эта собака мне больше нравится, я это лучше собаку дам. Нет у меня такого. Если я даю, так я всем одинаково даю. Чтобы всем одинаково досталось. И кому-то вкусняшки так нет. Всем вкусняшек. Если вкусняшек, то всем вкусняшек. Девчонки, вы меня услышали? Да. Делайте приют, свою территорию, забирайте. Я сейчас по поводу графика с ними поговорю. Это не я. Я считаю, несправедливый график. Это несправедливый график. Воскресенье тоже должно быть. Второе. Если вы возьмете свой участок через администрацию, сделайте намного лучше условия. И у вас там будет намного больше народу. И вы там все будете дружно. То есть условия будут лучше. А где нам этот участок? А они же нашли. Так надо сначала организовывать. Приют. Фирму. НКО. Некоммерческая организация общественная. Поговорите с администрацией, чтобы вам все выделили. Чтобы вы на себя взяли ответственность. И вот когда у вас будут лучшие условия, я сам приеду и буду фиксировать, что они вам собак не дают. Не передают лучшие условия. Я тоже за собак. Я за справедливость. У меня нет с ними никаких дружеских, никаких приятельских отношений. Нет, просто мы видео смотрели. Это, конечно, было очень противно смотреть, когда сидят они, ха-ха-ха, волонтеры такие же, я же волонтеры, мы такие-то сякие. Это их точка зрения. Ну, их точка зрения. Давайте ваши запишем. И мы слышали, как вы все вместе там троем смеялись. Это получается, вы все над нами смеялись. Нет, мы смеялись над тем, как они друг друга перебивали, я их постоянно поправлял. И они мимо камеры смотрели. Я их просил в камеру смотреть. Ну, не умеют они еще работать на камеры, как говорится. Вот я их поправлял, как журналист. Вот на этом мы смеялись. Да, просто мы все заведенные, как бы, видели с одного угла. Нельзя. Завелись. Вот как это, с полицейскими. Меня бьют, я выхожу, говорю, благодарствую. У меня в камеру захожу, мне говорят, ты что, ку-ку что ли? Я говорю, все нормально. Я говорю, перед творцом пристану, он спросит с них, вы что сделали? А мы били Булгакова. Да, я тоже всегда говорю, там в свете, каждый освещен. А Булгаков что сделал? А Булгаков ничего не сделал, он сказал, благодарствуй. Ко мне какие претензии? Я не даю повод, понимаете? А тут получается, я не повод даю, ты, вы повод даете. Друг на друга, уже на личности закусываетесь. Нельзя этого допускать. Нужно искать решение, идти вперед. Колицу вызовут, она сказала. Она меня сняла, все. И вот это тоже. Зачем? Это вы показали? Я показывала. А зачем? Когда у тебя вот так камера, вся семья бегает. Да я только за. Да? Да, фиксируйте, я ничего не нарушаю. Ну неужели на нее нету никакого права? Ну вот зачем вот такое вот там показывать, хозяин? Сама зашла без разрешения и показывает вот такое. Конечно он будет снимать. Ладно, хорошо. Как ему еще защищаться? Это хорошо, я согласна. Матами крыть или что? Вот ситуация, вот смотрите. Как зовут сапог? Лора. Лора? Лора. Сейчас погулять? Погулять вот дайте ей. Она стоит, она думает, может быть ей разрешать. Я пойду по поводу графика поговорю, по поводу Лоры. Хорошо? Вы к нам подойдете? Да. Сейчас, 10 минут. Ребенок у них работает, во время самоизоляции, вот сказали людям, что нельзя этого делать. Ребенок несовершеннолетний. Несовершеннолетний. Еще и не ее, а опекаемый. Опекаемые дети. Работает жена. Еще органы опеки можно отправить. Я тоже могу встречку написать. Ну, докопаться до всего, чего угодно можно, понимаете? Я тоже могу встречку написать. Ну, как они так все равно, так как у вас. Так решайте этот вопрос. Я же могу же правильно на нее встречку написать. Да вы можете, но вы им просто проблемы создадите. Они, говорят, устали от этих писанинов. Правильно. Более 10 проверок приезжали. И ни одна проверка ничего не выявила. Все в порядке. Я сам присутствовал на прошлой проверке. Потому что мы этот порядок привели. Потому что мы привели этот порядок. Я же вам говорю, если вы хотите доказать, что без вас они не справятся, подождите 2 недели. Докажите, что через 2 недели еще одну проверку закажите. Если проверка выявит, что есть критические собаки, вот тогда у вас будет реальное доказательство. Мы сюда попадем, мы же туда не сможем попасть. Почему? График с 11 до 3. Ну, так там, видите, написано, что нельзя фотографировать. Меня приглашайте. Я журналист, я засниму все. Хорошо. И там вот писали в этом, помоги, в группе, почем заказ, заказуха, сколько тебе заплатили. Ни копейки не заплатили. По мне, видно, что я что-то как-то богато выгляжу, у меня машина есть. Я вообще на велосипеде на велосипеде хотел бы заприехать. Хорошо, мы будем приезжать и будем звать вас. Зовите. Мы будем снимать. Зовите других журналистов. Давайте все вместе этот вопрос поднимем. Ну, она тоже нахит. Они у меня на штраф, короче, я тоже им за ответ. Ну, и сейчас хотя бы элементарно. Я в опеку напишу. Вы знали, что собаки в вагон. Просто скажем, нет, все больше. А ветеринарный надзор ни одного предписания не выписал? Нет. Они, по идее, должны были написать предписание. Также я писала мэру. Мэр мне ответил, что проверки были направлены. Вот я буквально читала час назад, что проверки были направлены. Мы в ходе проверки, это территория, которая не является территорией приюта, сказали, что вопрос так ответственный был, если не ошибаюсь, примерно 14 мая. А с юристом как можно пообщаться? С Альфиёй, с нашим. Я тоже немного юрист, вынужденно стал. Поэтому я знаю, как это все устроено, как все эти отписки устроены. По идее, смотрите, подождите, ветеринарный надзор, вы пожаловались, приложили доказательства. Должна была проверка, проверить конкретные вот эти вольеры, где эти все опарыши. Зафиксировали. Вы вынесли предписание. По результатам проверки, какое предписание вынесли, ответ какой-то предоставлен. Они приезжают ни с того, ни с сего. Он же заранее предоставлен. Это тебе дали до такого-то числа, он приобретает единственное, если мы сами один раз от ветеринара так все убирали по зиме в прошлом году. Так вот, тоже вот недавно, ой, надо убраться, вызвали не таджиков, вот к нам скоро, вот через неделю к нам придет ветеринарный надзор. Смотрите, вот это лапа собаки. Это одной собаки. Вот это лапа другой собаки. Это сожгли химией. Ну это которую изъяли, Акела, что ли? Да, Акела и Кира. Кири один раз... Кири один раз сделали химию. Тем самым нам повезло то, что у нее не так пошло... Вот по этому поводу мы в прошлый раз общались с двумя женщинами, вы по-моему были, да? Нет. Я их спрашиваю, вы когда забирали Акела, вы вообще за это уведомили? Они говорят, нет, они в это... У нас черный список везде. Мы звонили, мы звонили. Лично моя мама звонила, они не взяли трубку. Хотела сказать, что мы повезем... СМС отправить, записку. Они не читают. Записку в этом, в воротах оставили. Я когда Акелу возила, возили... Девчонки, элементарно, записку в воротах оставили. А так это выглядит, как кража. Зачем вы повод даете? В клинику, когда повезли Акела, я позвонила Максу. Он трубку не взял. Когда он приехал, я ему сказала, говорю, Макс, Акела свозили в другую клинику, но сказали то, что, говорю, у него нет никакой сакон. Что делают, когда они могут до человека дозвониться? Отправляют СМС. Документы есть на Акелу? Нет. Ну, вот, наверное. Отправляют голосовые почты. Я хочу сходить, посмотреть, что там с забором. С забором все очень плохо. Я так понял... Там нет забора. Можно пройти. Если бы были такие наглые, мы бы... Ну, пойдемте, Пусинка, пройдемся. Это одна, там заехать нет. Кто еще со мной пойдет? Получается, я так понял, не только через бревно, но и вот здесь, да, проходят? Вот я отсюда прошла. Вот отсюда я прошла. Так это же чужой участок, это же не их. Это не их. А сюда вы тоже ходите? Туда нет. А почему? Там потому что наши собаки. Ну, тут напрямую... А тут топи же, как топи проходите. Нет, очень нужно пройти спокойно. Пойдемте, пройдемте, я покажу. Нет, я не пойду. А, боитесь? Нет, совесть не позволяй. На чужой участок заходи. Ну, пойдемте дальше. Сейчас, секунду, я засниму вот этот проход. Тыняк, еще один проезд. Я надеюсь, вы не уберете? То есть, если человек себя ведет культурно и, в принципе, ничего плохого не сказал, смысл, смысл мне его светить. А вот если он мне хамит, грубит, я это показываю, чтобы обезопасить себя. Я же могу написать в аптеку, что она ребенка принуждает в работе? Ну, зачем на личности переходить? Почему? Она меня заставила. У меня нету денег. Мне сейчас... Откуда брать денег? На штраф. У меня нету? Что, она решила уезжать? Не, не знаю. Я считаю, это неправильно переходить на личности. И тем более на детей. Дети разу при чем? Она приезжает, приезжает. Так с ней разбирайтесь. С Максимом разбирайтесь. Зачем мне это? На детей приезжают. Это неправильно. А если тут бабушка, бабушка с дедушкой приходили бы помогать? То есть, вы пенсионный фонд бы написали? Пенсионера заставляют работать? Зачем это? Телефон мой у вас есть? Нет. Запомните. Простой. 667744. Хорошо, будем иметь в виду теперь. Если что, будем приезжать, будем вас забирать. Почему ее забирать? Мы только что уходили, там два выхода есть. Не то, что собаку. Тут будку можно утащить, никто не заметил. Здесь можно пройти, под забором можно пройти. Зачем нам собак со всех сторон? А как-то? Мы что, эту собаку воруем? Я не знаю, ни ко мне вопросов. Идем, продаем на мясо или куда? Вы понимаете, в чем главная суть? В том, что они взяли на себя ответственность. И с ними нужно согласовывать. Вот видели, какая ответственность? Видели? Я все понимаю. Ну вот возьмем, я тебе говорю, соседний участок. Вы там заглянули, о, трубы не так лежат. Нарушение там сампина, все такое. Зашли и сами начинаете трубы перекладывать. Нет, я понимаю. Трубы же надо переложить. Подождите, если мы тут не работали бы, я бы тоже сюда бы, например, я у Дайлаповцев, я не зайду. А вы там не работаете, я так понимаю. У вас договорных же отношений нет. Ну как, ну я работала, когда раньше, когда в контактах пишут, ой, а наша Аленушка, вообще, вот такой человек такой, ой, Аленушка, Аленушка. А в итоге, о, Аленушка-то. А почему? А газа, это не Аленушка, а стало вообще не знаю кто. Что произошло? Почему этих людей пускают? А почему? А потому что им стали говорить прямо на глазах. Просто просьба, можно будет как-то не снимать одного человека и голос немножко переделать, чтобы было не слышно, что это было. Кого? С девушкой. С зеленым? Да. Добро. Откуда у вас столько страхов? Вы посмотрите на меня. Вы на улице, вы не в общественном месте. Здесь ни школы, ничего рядом нет. Вы думаете, мне вот это, что ли, дает? По воду, Валя. Я и без этого снимал. Спокойно, вы так и делаете. Вы представьтесь, пожалуйста. Завианов Пупчим Геннадьевич. Вас доставьте, пожалуйста, документы. Будьте так любезны. Вопрос можно задать? Да, конечно. А что происходит вообще? Сам понять не могу, жалуются, что люди пришли к собаку, поговорить, они не пускают, звонки, телеки. Просто узнаем, почему бы нельзя так делать? Если хотите, могу пояснить. Подскажите, пожалуйста, если вы более в пусте. Я так понял, здесь конфликт в чем? Вот Ангелина, она собственник, да? Она арендует в администрации. А, да, я знаю. Все на ней, вся ответственность на ней. Она где-то год назад сюда заехала. Участок абсолютно непригодный был. Сейчас участок, по сравнению с тем, что было вообще в идеальном состоянии, волонтеры сначала помогали, приходили, делали то, что считали нужным. А потом руководство это все надоело. И более 30 собак было увезено отсюда, потому что волонтеры считали, что они не в надлежащем состоянии. Они их увозили, а документы никакие не предоставляли. И ни записки, ни смски. То есть они это мотивируют, что они находятся в конфликте с хозяевами. И хозяева у них везде в черном списке. И они никак не могут договориться. При этом волонтеры хотят попадать постоянно на участки и говорят, что там есть опарыши в этих... Ну, в общем, ненадлежащие условия. Животных пытают якобы. Я сам присутствовал неделю назад. Здесь была проверка, была дознавать. Приезжали, есть видео, я уже разместил. Это на канале Сургутнадзор, можете посмотреть. Там я разъясняю, что вообще происходит. И, в общем, ветеринары в конце... Было конкретное заявление о жестоком обращении с животными. И ветеринары в конце сказали, нет, жестоких случаев нет, все нормально. А есть это решение? Все упитанные, есть аудио. То есть они это озвучили, они подписали бумагу, был составлен акт. То есть они сказали, все нормально. То есть у них уже было более 10 проверок, и все проверки закончились ничем. Все в порядке, все отлично. Но при этом волонтеры себе позволяют проникать на участок. Вот там дыра в чужом участке. То есть вот этот участок прилегающий, он не им принадлежит. Некоторые люди проникают через, вон там одна дыра, вон там еще одна. И они проникают, забирают собак. Кто-то даже, есть предположение, что подбрасывают трупы. То есть идет всяческая дискредитация этого приюта. Они как-то ночью вообще приехали тоже... При этом, подожди, подожди, давай я в это, не за это, ну как, со стороны. При этом руководство предлагает, давайте оформим договорные отношения, волонтерский договор. Как-то оформим это документально. Кто что обязан, кто имеет право на что. То есть давайте это оформим, ну правильно, юридически. Волонтеры не хотят, ответственность на себя брать не хотят. Я им говорю, возьмите свой участок. Они даже им предлагали, участок у них там другой есть. Возьмите свой участок, и я сам лично буду требовать, чтобы вам передали собак в новый приют, если у вас будут условия получше. Они не хотят, не хотят брать на себя ответственность. Приходим, делаем, что хотим, не спрашивая хозяев. А вся ответственность на них, все проверки к ним, все претензии к ним. У вас копия решения есть на руках? Последняя проверка, то что было, видите. Дознаватель не помнишь, у него может поинтересоваться, ГОМ-третий. Да. На том, да. Я сегодня полдня пытаюсь, чтобы не остановлюсь. Давайте сделаем так. Чтобы у вас своего стергора не было, вы сделайте, пожалуйста, копию вот этого решения. То, что у вас, допустим, в ближайшем уровне содержится собак, есть решение о том, что к вам нет никаких претензий. Чтобы вы в случае вот... Сейчас кто вызывал сотрудников полиции? Я вызываю. Вы вызывали. Они требуют уже пустить. Да. А потом он говорит, мы не пойдем. Вот Алена, может, он сказал, я как буду, говорит, дай как... Смотрите, вы предоставляете копию вот этих документов, где-то, вон три, вон три где они находятся. Они должны быть у вас в руках. Там они там лежат. Мы же не будем каждый раз брать с собой и вести. У нас и так без этого, поверьте, документы, оборот большой. Поэтому вы держите, пожалуйста, на руках эти документы. К вам приехали, вы обратились, вы обосновали, разъяснили, показали, вот на основании вот этого мы делали то. Ну, это я уже объясняю, так, устрировано на пальце. Чтобы здесь не было ссор, скандалов, всего остального. И когда мы будем знать уже, с какой стороны подходить, где вот законное решение, где незаконное. А так мы приезжаем, знаете, вот честно, нам заняться есть. В каком случае территория переданного аренду, она является частной? Вот смотрите, у вас есть территория. У вас должен быть договор аренды земельного участка, на основании которого вы создаете, допустим, питомник. Что у вас здесь находится? Вы для чего арендовали землю? Приют для животных. Документально все оформлено. Вот предоставляете документ о том, что вы арендуете эту землю. Вы здесь на основании этой аренды устроили питомник. Вы являетесь собственниками этого питомника. Вот, я прошу прощения, что вас перебью. Вы можете им объяснить, что это частная земля? Я сейчас пока вам объясню. Потому что, чтобы вы тоже аргументированно могли людям объяснить. Чтобы в случае каких-либо конфликтных ситуаций, вы могли нормально подчаяниться к объяснению. Я не объясняю, я объясняю, бесполезно. Я сам видел, как при мне... Полчаса, подождите, пожалуйста. Полчаса назад женщина прошла по вот это... Тут бревно лежит, она прошла, не спросив разрешения. Ей говорит, покиньте территорию. Она отказывается. Ее начинают снимать на видео. То есть фиксируют факт правонарушения. То есть проникли на чужую территорию. Ты зачем сюда идешь? Я разрешение дала на съемку? Я на своей территории стою и хочу, снимаю. Покажи, это общественная организация. Где общественная организация? Ну, и что? Я тебе не разрешаю себя снимать. Это два. А что еще? Во-вторых, в часы приема я приезжала. Тут было закрыто. Да, когда ты приезжала? В часы приема? Когда ты приезжала? Здесь было закрыто. Почему? А когда ты приезжала? У меня есть всего часа, я хочу покормить собаку. Часа уже нету, там график выставлен. Нету у тебя часа. Тебе нельзя сюда заходить. Наташа, покинь, пожалуйста, территорию. Ты не уйдешь? Я разрешала себя снимать. Разрешала себя снимать. Мне не надо у тебя брать разрешение. Я тебе разрешала снимать? Мне не надо у тебя брать разрешение. Это частная территория. Покинь, пожалуйста. Частная территория, когда за нее платят. Правильно? Выкупают. Она в аренде. Выкупают землю. Это частная территория. Сами кормят. Это земля в аренде. Сами за землю платят, сами землю покупают. Это частная территория. Это частная территория. Пойдем погуляем. Ладно. Давай без этих. Давай. Сейчас уже подъедут и будем без этих. Да убери камеру. Ты мужик или кто? Мне смешно в тебя смотреть. Честное слово. По смесь, в чем проблема? Камеру убери. Хорошо, я скажу на камеру. Ты сейчас идет масочный режим. Давай интервью. Вот маска. Ты без маски. Во-вторых, в клинике ты был. Принородная фотография есть. Без маски. Это было. Дети работают в приеме, только без масок. Это прием. Все это есть в интернете. А ты почему нарушаешь карантин в таком случае? Я на тебя не вызвала полицию, правильно? Не вызвала. Покинь, пожалуйста, территорию. Вызвала полиция? Пожалуйста, покинь территорию. Какую территорию? Приют. Ты мне заплатил? Ты чего тут заплатил, не заплатил? Это как бы вообще к этому не относится. Это частная территория. Тебе здесь нельзя находиться. Не надо кормить собак. Ладно, я дальше не пойду. Вообще никуда ходить не надо. Выйди, пожалуйста. Выйди, пожалуйста. Выйди, пожалуйста, за территорию. Сейчас выйду. Вот сейчас, будь любезно. Покинь территорию. Не надо никому ничего давать. Наталья Гудыма раздает сосиски собакам. Неизвестно, с чем сосиски. Если завтра эти собаки будут все плохо чувствовать. Яна, постарайся, конечно, чтобы у него не умер. Вот, уже вот, да. Постарайся, чтобы никто не умер. Она сейчас круг дала сведения. Вы знаете, что там такое? Покинь, пожалуйста, территорию. Почему нельзя на территорию приюта входить? Потому что у приюта есть режим работы. График вывешен на дверях и в группе ВКонтакте. В основной группе. Но это же не частная территория. Не в группе под названием Павмаги, которая собирает деньги. Незаконно. Но это же не частная территория. А? Это же не частная территория. Это частная территория. Она находится в аренде. Это же муниципальная. Ангелина. Она находится в аренде и является после этого частной. Она в аренде. Вы же веднадзор пишите, что тут половина наших собак. Почему нельзя к нашим собакам? Потому что есть режим работы. Наталья, ты же работаешь, да? У тебя есть график работы? Вот тут то же самое. Вот им показали, есть график. Приходите в нужное время. Они специально приехали позже времени, в три часа, и начинают устраивать скандал. Вы нас не пускаете. Хотя график уже неделю висит. Скандала возьмите документально где-нибудь уголов какой-нибудь сделайте, чтобы вы могли провести, сказать, вот смотрите. Приказ о назначении графика есть у вас? Вывезите. Приказ о назначении графика, недопустимости проинкновения на территорию. И вывезите. Да вы предоставьте им бумаги. Скажите, вот, пожалуйста, смотрите. Они знают. Они знают об этом. Но дело в том, что у него, что эта земля муниципальная. Вот знаете, вот я первый раз к вам приехал, я вот не знаю, что эта земля у вас находится в аренде. И я так уверен, что половина здесь может приходить-выходить. Они не знают. Может, основная часть не знают. Каждому, развите, чтобы вы не нервничали, не разъясняли, показывайте, доказывайте им, что вот. Идите, хотите, жаловите. Идите на магазине, группа потребителей, скажите. Ну, как-то мы веду. Один приказ, второй приказ. Приказ это на землю, то, что она у вас... Короче, поехали, там уже люди это... А они мимо уголка, вон там за забором, и проникают, и все. Мы хотим вообще написать заявление, чтобы этим людям потом запретить и все посещать. Прощайтесь, к слову, к честному. Я запретить не получится. Ну, не может, не знаю. У вас и графика не такие же граждане, как и сомнительные. А если я не нарушаю, то она правила. Я им говорю, не по мнению, а не в городе. Но если она у меня что-то не отравится, мне потом ветеринарку везти. Три за собак пропал. Регулярно ездить на Красный Светлый обрешающий. Я постоянно оттрачу свое время. Нет, подождите, это прописано в административном кодексе, о том, что нельзя проезжать на Красный Светлый обрешающий. А у нас в уставе прописано. У вас, подождите, ваш устав, понимаете, ваш устав, он не является законодательным актом. Вы должны ссылаться, если вы как бы хотите, чтобы это все было юридически грамотой, значит, вам нужно обратиться к какому-либо юристу, который... Юристов не бывает, которые все знают. То есть есть узкая специализация, допустим, те, которые занимаются именно вот такими договорными отношениями именно по приютам, именно по животным. Проконсультируйтесь, пусть они вам найдут ссылку на статью, согласно которой административного кодекса, гражданского кодекса, согласно которой вы имеете право не пускать сюда людей или там делать часы посещения. 490 ФСЗ угласит, что я... 490 ФСЗ, а чем угласит? А в ответственном обращении животных там написано, что я обязана выписать график и создать условия для помещения. Ну так распечатывайте. Приказ на основании закона. Так вы не поставите мне постоянно вступить. Нет, что здесь висело. Вы-то можете предоставить федеральный закон. Ну так вот видите, вся беда в том, что вы просто вложитесь документами, если нет, так вот что я скажу. Обложитесь документами, тогда в каждом случае покажите документы. Все, и вопрос будет исчерстный. То есть еще раз, когда полиция приедет, вы скажете, что вот приказ, вот закон, вот основание, вот правонарушение, вот люди проникли, вот видео. Все, реагируйте. По вопросам ограничений, например. Просто ситуация до того абсурдная, что вот, допустим, на этот участок взглянули, трубы не так лежат. Пойдем переложим трубы. А то, что хозяин запретил, хозяин приезжает, вы что творите? Я вам не разрешал проходить. А у вас трубы неправильно лежат. Мы вот вышли, делайте, пожалуйста, вот то, что я вас прошу. И вопросов не будет. А вот эти все продукты питания, они принесли на помощь? Да, помогают. Ну, а вот эти продукты питания не соответствуют вообще? Ну, вот они сейчас приехали кормить. То есть вы их не кускаете, правильно кормили, да, это не знаю. Мы вообще не разрешаем кормить. У нас кормят работают. Ну, хорошо. То есть вот они его принесли. Опять же, они замесли, собака отравилась. Вы повезли, потом вы как будете доказывать, что-то они привезли, что-то ваше или наоборот, что-то чужое. То есть опять же вопросы к вам встанут. Конечно, все ответственность на них. Об этом я говорю. Они пришли, сразу кормят. Можно кормить. Сейчас-то можно какой-то компромиссный титул? То есть по согласованию вы говорите, вот у вас здесь описано об этом. Вот нашли компромисс. В прошлый раз участок приезжал, вывезли глядователь. Был, да, стояли. Решили вывестить график. График сделать. Сделали. График не нравится. Приехали специально позже, в 15-17, на 17 минут позже времени. И специально здесь находятся. Говорят, пустите нас и все. Получается, они нас отвлекают, вас отвлекают. Мы как бы тоже, мы уже должны сомнить. Вообще, как бы они должны этим заниматься. Я вам просто объясняю. Вот я вам тоже сама объяснял, что я, допустим, работаю в дневное время. Я не могу явиться куда-либо и что-либо сделать. Поэтому я вам и говорю, что если у вас как бы... Да вы договоритесь, вы просто договоритесь и сделайте часы приема попозже. Не с 11, допустим, а до 5, до 6. Мы тоже работаем. До 5 часов уже работаем. Но я не могу их контролировать в дневное время. Понимаете? В 12 часов мне он... Вот сейчас время сколько? Я руководитель. Подскажите, пожалуйста. Можно я скажу? Вы находитесь на работе вместе. Так мы сейчас собаку должны кормить. Ну, так если вы должны кормить собак просто за полчаса до начала кормежки, собак просто вы проводите. Ну, вот это же все решаем. Можно я скажу? Мы приехали, не вред собакам. Мы приехали собак кормить. Я купилась сегодня собакам лапки. Думаю, приеду. Раздам собакам лапки. Думаю, попою, у кого воды нету. Воды налью. По кейскому собаку. Слушайте, вы знаете, я вот скажу не как сотрудник, а как человек. Вот знаете, на моей жизни вот столько людей убивают, режут и все остальное. Вы не можете договориться просто посетить собаку. Вы просто люди все. Ну, найдите вы что-то общее. Народ, народ, давайте подведем итоги. Это долго может продолжаться. Дня три, как мы видим. В чем ваше решение? Наши решения, чтобы нам сделали нормальный график. Так же пускали нас. Стоп, 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 тихо, тихо. Сделать нормальный график, правильно? Подождите. Сделать нормальный график, правильно? Так мы не говорим, сделай нормальный график. Второе. Это единственное требование? Нет, только тогда, если... Если мы хотим, чтобы волонтеры помогали, сделайте договора. Вот, согласен с вами. Официальные договора на каждого человека. Можно вас на секунду? Сделайте новый график, чтобы он был удобен для всех. Потому что люди работают. И вот с 11 до 3. Пусть работают. Почему? Ну, потому что люди работают, я вам объясняю. Им нужно для того, чтобы прийти сюда, прийти с работы, хотя бы переодеться, перекусить и прийти сюда. Они просто как люди, не работающие. Возможно, и работают, но работают на дому. То есть работа такая, которую можно оставить. Они этого не понимают. Народ, вы просто предложите свой вариант графика. Они его рассмотрят. Вот они упираются на пример приюта «Дай лапу». Хорошо. Подождите, давайте по делу. Давайте я скажу. Да по делу давайте. Приют «Дай лапу» работает. У них слаженная команда, которые работают внутри. Кормят собак, обеспечивают и все. А люди приезжающие, приезжают по графику чисто прогуляться, где-то что-то там сосиску подкинуть и все. Я согласна. Но у них же нет этой волонтерской команды, которая кормит, убирает и все подряд. Они вот вчетвером или сколько там своей семьей ходят, что-то делают, создают видимость. Вот два человека колотят бутку. Так это вообще не волонтеры. Это вообще не сами по себе. Вы также сами по себе. Так вот поэтому мы и просим, давайте нас пускать, чтобы мы ваша команда были, мы волонтеры, мы точно так же будем ухаживать за собаками, будем делать все подряд. Вполне рациональное предложение. Все, нам ничего не надо. Вот сейчас я говорю, вот у нас находятся на сьюте три маленьких щенка. Я кормлю их два раза в день. Я приезжаю два раза в день, когда мне удобно. Я тоже работаю. У меня по сути сменный график. Я не могу приезжать в это время, которое они укажут. Так, давайте не будем спорить. Решайте вопрос по графику и по договорам. И во вторник встречаемся в 6 часов вечера. Здесь? Да. И приказ вывезти. А можно теперь я пойду кормить щенят? Мне не даст. Пойдем. Все, поедем с мамой можно. Спасибо. Вторник 18.00. Благодарствуй. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok